Привет! Сегодня печем пышную, нежную и легкую чаобату. Для чаобаты нам понадобится 500 грамм просеянной белой муки, 8 грамм сухих дрожжей или 25 грамм сырых, полторы чайные ложки соли и 400 миллилитров теплой воды. Для начала делаем опару. Опара позволит сэкономить нам время на подходе теста, и оно получится у нас пушистым и нежным. Наливаем немножко воды в миску, высыпаем туда дрожжи и добавляем несколько столовых ложек муки из общего количества и хорошо размешиваем до однородного состояния. Опару замесили, уже пошли пузыречки. Накрываем полотенцем и оставляем минут на 20. Опару постояла, подошла, стала пушистая, пористая. Добавляем все оставшиеся ингредиенты. Наливаем водичку, муку и соль. И замешиваем тесто сначала лопаткой, потом можно руками или миксером, смотря что у вас есть. Замешивать тесто надо минут 5-7. Тесто собралось в комочек, теперь вымешиваем его руками. В процессе вымешивания будет выделяться клейка вина, и тесто будет становиться более гладким и послушным. Тесто вымесили, собрали в комочек, лопаточкой все со стеночек обязательно сошкребайте. И оставляем в теплом месте или просто на столе, если у вас дома тепло. Тесто подходить на 20 минут. Обязательно накрываем полотенцем, чтобы не заветрилось. И ждем. Тесто подошло, увеличилось в объеме. Теперь будем проводить складывание. С каждой стороны берете тесто, немножечко тянете и в центр. С каждым разом тесто будет становиться приятней, эластичней. Теперь зачистим стеночки. Соберем его опять в кучку и оставляем на 15 минут. Будем проводить 4 складывания, все с перерывом минут 15-20. И накрываем. Тесто сложили 4 раза и оставили после четвертого раза отдохнуть минут на 10. Сейчас будем формировать хлебчики. Рабочую поверхность надо хорошо присыпать мукой. Отправляем на нее тесто. Тесто сверху тоже хорошо присыпаем мукой и будем формировать. Я буду делать 4 небольших чаобаты. И разрезаем его. Разрезанное тесто надо хорошо со всех сторон обвалять в муке. Формируем из него прямоугольный хлебчик маленький и отправляем на подготовленный пергамент, посыпанный тоже мукой, или на полотенечко, чтобы он тут расстоялся. Я кладу сразу на тот пергамент, на котором буду выпекать. Это тоже в муку. На пергамент. Формируем все хлебчики и оставляем их расстояться минут на 15. В это время включаем духовку. У меня режим верх-низ на 220 градусов. Прошло 10 минут. Переключаю на режим конвекции. Ставлю, ну пусть 190 градусов. И допекаем еще минут 15. Такие прикольные чабатки получились. Мягкие, пышные. Аж порвала одну. Сейчас разрежем, посмотрим, какая она внутри. Большие пузыри. Мягенькая, пушистая. Для бутербродов просто прекрасный вариант. Сейчас разрежем, посмотрим. Пузыри понадувались. Класс. Очень классный мягкий хлеб. Приятного аппетита.